Дошла речь до политики, о творчестве совсем немного поговорить. Во-первых, с властью, да, у меня как-то эротики за всю мою жизнь ни разу и не вышло. Такой серьезный, да. Что это было при Советском Союзе, при коммунистах, потом при Ельцине тоже. Я, как вы знаете, в выборах не участвовал, может быть, единственная группа, голосуя или проиграешь, потому что я просто понимал, что нужно было сделать выборы, и тогда, наверное, честные. И если бы пришел Зюганов в классе, ничего плохого, уже страшного, может, не произошло. Но вот в этой битве, нарушение вот этих выбранных вещей, Ельцин вместе вот с жаждой демократизировать страну, он выбросил и эту демократию, выплеснул и ребенку. Сейчас об этом многие уже говорят. Потом, с нынешней властью у меня тоже разборки, мне все нравится. Но это, естественно, позиция художника. Я не состою ни в какой партии, не состоял и не буду состоять. Хотя ко мне, конечно, много людей сейчас и осенью обращаются, пытаются меня приколоть как бабочку к этому флагу, к тому. И дело не в том, что я как, знаете, так выпендриваюсь, да, что я вот как колобок, да, и от бабушки ушел, и от мамы, и от мышки. Я просто гражданин и смею себя считать художником, уж не знаю, как ваше мнение, пою песни. Но я гражданин своей страны и никогда как бы не стоял за словом сказать искренне, что я думаю о происходящем в горячо любимой мною стране. Или поддержать какое-то движение, которое, на мой взгляд, допустим, каких-то размышлений моих, ну, ведет общество к какому-то свету, просветлению. Вспомним БГ, да. Ну, это нормально совершенно. И то, что иногда я участвую в акциях, это потому, что у меня тоже наболело, как и у обычного простого народа. И я тоже считаю себя, я не считаю себя здесь на трибуне. Я вот на болоте стоял, у меня было ощущение, что я в зале стою, вот на улице, а не на трибуне. И я вот, это так абсолютно. И я прошел эти несколько километров к свободе на этом длинном, огромном, долгом, мучительном пути. В России сейчас очередной раз, что все только вот, люди начинают задумываться. И все только начинается. И многие там пишут в блогах, что вот на трибуне стоят не те люди. А я вас спрашиваю, а где святых-то взять? Да, но все мы просто люди. И всех нас объединяет, вот это просто желание вот этих перемен. И никто, может быть, толком себе не представляет, как это делать, не представляет себе динамику процесса этого. Но это не важно. Просто главное, что задумались. И какие-то люди пошли на поклонную гору, которых устраивает Путин. И я их уважаю, их мнение. Какие-то люди почти на болотную уважают. Какие-то на Пушкинскую, Боровой там на Сахарова. Тоже уважаю мнение. Мне кажется, это нормально. И во мне нет вот такого политического, знаете, жесточайшего там какого-то. Во мне нет этого огня, знаете, как вам сказать, все сжигающего. И я не неофит, никакой политической идеи, никакой партийной движухи. Я просто гражданин страны. Я просто знаю, что сейчас нужна полемика, нормальная культурная полемика. И когда я шел по болотной, вы меня знаете, что больше всего понравилось? Вы шутите со всеми вежливыми? Кто-то, кого толкнул, ой, извините, будьте любезны, спасибо большое. Вот это же здорово. Не было хамства, от которого страна действительно устала. По крайней мере, ее самая такая харизматичная часть этой страны нашей устала от этого хамства. Все началось, на самом деле, вот в сентябре или 24 сентября, да, когда, как в том анекдоте, Володя сказал, Диме, а теперь давай я сверху. Понимаете? Вот это все, мы все опухли от этого, от всего. Нас не спросили, никого не спросили вообще. Вот от этого народ опухел. И все вышли, да, потому что надоело, надоело. Потому что мы люди, мы просто люди. И мы считаем, что с нами должны считаться. Мы так считаем. Ну, власть опухла тоже. От этого кипиша, как говорят, до улицы. Власть опухла, да. Но она должна сделать выводы. И выборы должны быть честные. Поэтому я поддержал лигу избирателей, когда мне Леонид Парфенов позвонил. И поддержал этот митинг. Я за честные выборы, потому что, ну, надоело вот это вранье бесконечное, эти нарушения. Ну, это просто настолько шито белыми нитками, ну, неужели, ну, думаешь, вот каждый думает на кухне мужик. Там, смотря этот зомбоящик, ну, сколько можно уже. Ну, что же мы совсем не будем ругаться. Ну, что людей, я думаю, вышло, что они хотят просто быть людьми и чувствовать себя вот людьми на своей стороне. А не жить по указке, не быть болтом в этом пляшевых стадах. Вот и все. Это нормальное человеческое желание. У вас то же самое. Везде одно и то же, на самом деле. Люди, везде люди. Ну, а то, что у нас какая-то вот это все зашевелилось, я считаю, это нормальное, и никто никакую мотку не раскачивает. И от нее, может быть, тошнит только крыс, как написал Дима, да, быков. Нас не тошнит. Нормальность. А как вы считаете, насколько эффективны эти вылазки на Болотную, эти все митинги? Ну, откуда я знаю, насколько это эффективно. Я вот прихожу на концерт, вижу светлые глаза, нормальные, жаждущие какой-то полемики, диалога, которые ищут, ставят себе вопросы. О чем мы говорили с ребятами? Что главное в нашей программе, мало людей вообще задают себе вопросы. И мы, программа обращена, целевая аудитория, наверное, молодежь все-таки. Потому что музыка такая, достаточно жесткая, конфликтная. Иногда она такая, ну, я бы даже сказал, малогармоничная. Но задай себе вопрос, и ты полетишь, хоть один вопрос задай. Люди довольствуются банальными ответами, висящими на заборах. Везде. Ну, ну, просто задайте вопросы, ребята. Это очень важно. А, коллеги, пожалуйста, сейчас вопросы все-таки давайте в сторону творчества. Хотя бы... Нет, нет, ну, я по-моему ответил. Пожалуйста, у нас есть вопросы. Я еще раз говорю, что то, что происходит сейчас в России, на мой взгляд, происходит здоровые вещи. Выздоравливает общество, начинает задавать люди вопросы. А почему белое, как вы называете, это белое, а черное, это черное? А может быть, наоборот, а может быть, кто-то во власти дальтоник и не видит просто вообще цвета. А может быть, так, а может быть, эдак. Ну, нормально все происходит, вполне по-людски. И, вы знаете, есть революции, есть революции духовные. Вот нас пугает революция, революция. Есть революция в моде, есть революция в искусстве, есть духовная революция. Есть масса революций происходит в технологиях, там, и так далее, и так далее. А есть погромы. Вот я против погромов. Это факт. В 17-м году были погромы в октябре уже, а не революции никакие. Вот эту разницу надо точно понимать. И погромы, и революция, это что это? Революция духа. Когда человек делает революцию, он делает ее не от зависти богатого. У него нет такого социального ненависти, вражды. Человек, который за революцию духа, еще раз повторяю, он просто, ему хочется, чтобы люди, которые его окружают, его страна, жили нормально, по-людски. А бунт делает зависть. Черная, злобная зависть. Вот ты, сука, богатый, вот кем мы сейчас сожжем. Вот что такое бунт. Это разные вещи абсолютно. И когда она власть говорит, что это одно и то же, неправда. Неправда, это разные вещи. Бунт, вот не бунт, а погром, и революция. Разные вещи. Ну вот я на этом, наверное, и закончу. Пожалуйста, по-иде. Это сейчас происходит революция? Я прошу, передать микрофон, пожалуйста. Да, какая-то революция духа происходит. Но не погромы. И погромов никто не желает. И нельзя доводить до погромов. Потому что погромы, это действительно мрак и ужас. И погромы, и Украина, и Россия, мы столько и переживали все это. Ну, ужас просто сколько. И, конечно, этого никто не желает. Ни правые, ни левые, смею вас уверить, я многих знаю, со всеми говорил. Никто не желает никаких погромов. Никто не желает крови, это точно цель.